Семь футов под Килем. Международная регата целую неделю не давала жителям и гостям Севастополя покинуть набережную. Торжественный парад яхт сменился бескомпромиссными гонками. В морских соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов на 100 парусниках. Подробнее в нашем материале. Внимание, экипаж! По команде резко нос отдать и всем на борт. Капитан яхты Аметист, как и многие другие здесь, нацелен только на победу. Он в парусном спорте давно. В прошлом даже был государственным тренером. Вот и сейчас на борту его судна «Дети». Первое место, за которое собирается побороться, хочет посвятить именно своему молодому экипажу. По решению Федерации парусного спорта мы решили каждый год проводить парусную неделю города Севастополя. Для того, чтобы привлечь как можно больше друзей, яхтсменов, туристов. Если Аметист более-менее новенькое судно, то стоящий неподалеку Орион, который, кстати, выиграл регату в одной из категорий, повидал уже немало. Построена яхта была еще в 1935 году в Германии и по размеру среди всех самая большая. Прямо за ней готовится выйти в море парусник «Северная корона» с единственным членом экипажа на борту. Его капитан, чтобы добраться на регату, проплыл на своей старушке путь в 3000 километров. Всего в морских гонках участвовали около 200 спортсменов и порядка 100 парусников разных годов выпуска и размеров. Галя Скобеева. Время новостей. Продолжение следует.